Добрый день! Сейчас, как всегда, начинаем с проверки связи. Поставьте, пожалуйста, в комментариях плюс, если вам видно и слышно. Окей, плюсы появились. Ну что ж, тогда начнем. Тема нашего сегодняшнего вебинара – лояльность. Спасибо. Тема в последнее время очень популярная, потому что, с одной стороны, она позволяет использовать существующую клиентскую базу, она позволяет развивать отношения со своим клиентом, который возвращается к нам снова и снова. С другой стороны, за спасибо – это лояльность, которая не требует больших вливаний средств, которая не требует от вас денег или больших затрат времени. Каким же образом все это можно сделать? Давайте сегодня постараемся за час с этим разобраться. Я буду пропускать слайды, которые вы потом сможете посмотреть. Организаторы вам вышлют, всякие о компании, о себе. Поэтому этот слайд уже пропустим, не буду себя хвалить. Остановлюсь на этом слайде. Если вдруг вы хотите от меня получить какой-то дополнительный подарок, сюрприз, если вы хотите получить эту презентацию от меня, то, пожалуйста, вот есть адрес электронной почты. Если до понедельника вы отправляете мне письмо с темой сегодняшнего мероприятия, то я в ответ вам направлю и эту презентацию, и еще парочку сюрпризов. Поехали дальше. Прежде чем начать, отниму у вас одну минуту времени, которое меня научил тренер по скорочтению. Прежде чем знакомиться с любыми источниками информации, нужно задать себе вопрос, на который ты хочешь найти сегодня ответ. Иначе знакомство с информацией может пройти без толков. Поэтому давайте одну минуту времени возьмем, и вы запишите у себя на листочке один вопрос, на который вы будете искать ответ. Это поможет вашему сознанию настроиться для того, чтобы в моих словах искать те самые нужные вам ответы. Одна минута времени. Я думаю, как я. Ну что ж, поехали дальше. Я надеюсь, вопрос у вас нашелся. Если бы есть вопрос, значит, скорее всего, будет и ответ. Еще один момент. Обычно на каких вебинарах или обычно на каких мероприятиях, не имея возможности погрузиться глубоко в тему, я вынужден рассказывать о каких-то иногда общеизвестных вещах, иногда о вещах, которыми вы уже сталкивались или пробовали. И они вроде бы вам известны. И вам кажется, ну, зачем я здесь это что-то слушал, если мне говорят одно и то же, или если это повторение. По-моему, на этих мероприятиях у нас происходит некоторая перестройка. Точно так же, как перестройка происходит перестройка атомов углерода в угле, и в результате чего он превращается в алмаз. Так вот, наша задача сегодня каким-то образом взять те ваши знания, которые у вас есть, провести вот эту небольшую алхимию, чтобы вы услышали, может быть, какие-то подсказки, может быть, услышали какие-то новые взгляды, новые кейсы или новые способы применения, для того, чтобы ваши собственные наработки перестроились и превратились в такой твердый и драгоценный минерал. Поехали дальше. Можно ли купить лояльность? Мы сталкивались по роду своей деятельности часто с компаниями, которые нам говорили, нам нужно построить систему лояльности, а что вы под этим подразумеваете? Ну, мы хотим раздавать скидки. И, в общем-то, на этот вопрос у меня всегда один и тот же ответ. За деньги купить лояльность нельзя. Это нереально. Потому что лояльность – это нежелание вашего клиента находиться с вами, когда все хорошо. Ваша лояльность, построенная на дисконтной программе, на скидочных карточках, разбивается об объявлении, которое вы наверняка уже видели в магазинах, когда пишут, мы принимаем дисконтные карты всех магазинов. Обувные магазины, книжные магазины, кафе. Приносите чужую дисконтную карточку, мы вам дадим скидку. О чем это говорит? Это говорит о том, что клиент всего лишь на этой скидке экономит. Но он покупает не из-за того, что вы даете ему скидку. Он покупает, потому что его устраивает товар, его устраивает соотношение цена, качество, ваше расположение, ваше обслуживание, ваш ассортимент. В общем, не из-за скидки. Вспомните себя. Ну, в повседневных товарах, в ежедневных товарах, ежедневного спроса, ну, неужели мы поедем в другой район города только потому, что у нас есть дисконтная карточка магазина, которая нам дает 2% скидки, и мы можем сапонимать внешние 500 рублей. Мы времени больше потеряем для того, чтобы перемещаться в источки А, точку Б. Поэтому, если вы пытаетесь купить лояльность за деньги, вы просто выбрасываете свои деньги, выливаете в канализацию или выбрасываете в трубу кому как нравится. Что же делать, если все-таки у вас уже есть дисконтная программа, и что-то нужно делать? Тогда я бы вам напомнил подход, который споведливают телефон-операторы и авиакомпании. Они в дисконтных программах, они в программах лояльности дают не скидки, они в программах лояльности дают какую-то услугу или какой-то товар, который они и так уже оказывают своим другим клиентам. Они оказывают услугу, которой клиент еще, например, не пользуется. Они не отдают дополнительные билеты, они не отдают, не оплачивают дополнительные месяцы интернета. Оператор телеком-услуг говорит, окей, ты набрал в ней определенное количество баллов, у тебя есть бонус, и ты на этот бонус можешь выбрать что-то еще, то, чем ты раньше не пользовался. Ты можешь выбрать себе какой-то пакет телеканалов, ты можешь выбрать себе услугу какую-нибудь, мультярум, ты можешь себе выбрать какую-то дополнительную льготу, и человек ей начинает пользоваться. А дальше что происходит? Когда мы получаем что-то комфортное, что-то удобное, мы от этого уже отказываться не хотим. И когда бонусы кончились, человек продолжает платить за эту услугу деньги. В каком случае программа лояльности становится программой развития клиентского опыта, а не способом израсходовать ваши деньги? Поехали дальше. Что еще можно вспомнить, создавая какие-то программы лояльности? Вспомните о том, что люди гораздо больше ценят участие в каком-либо сообществе, если они были вынуждены терпеть какие-то решения, если они были вынуждены выполнять какие-то задания, опасные или идиотские, или юмористические. Но если ты для вступления в сообщество приложил какие-то усилия, то ты ценишь участие в этом сообществе гораздо выше, чем когда тебе просто вот сказали, на тебе карточку, приходи к нам с первой самой покупки. Студенты в каких-то американских колледжах проходят в посвящение в студенческое братство. Солдаты проходят в посвящение в духе, или черпаки, или в следующие свои сроки службы. В ВДВшники краповые билеты сдают какие-то сумасшедшие экзамены, выстаивают количество боев, бегают какие-то сумасшедшие кроссы, только для того, чтобы получить право носить билет определенного цвета. Вы психологи уже сказали давным-давно, если ты перенес какие-то испытания, то ты из этого общества уже никуда не выйдешь. Так это можно перенести на бизнес-среду. Например, тот же самый Starbucks, который выдает вам карточку дисконтную. Для того, чтобы вы получили право пользоваться этой дисконтной карточкой, вы должны внести депозит на счет Starbucks, и только тогда вы получите карточку. Вы должны сразу же заплатить денег не за товар, который вы сейчас съедите или выпьете, а просто отдать деньги Starbucks для того, чтобы он дал право вам пользоваться дисконтной карты. Крупнейший, один из крупных оптовых продавцов США, он точно так же берет деньги с клиентов для того, чтобы они вступили в программу лояльности и получили возможность пользоваться какими-то дополнительными сервисными услугами. Для того, чтобы вы получили карту лояльности авиакомпании, вы должны налетать определенное количество миль, и это тоже не просто так. Или купить это количество, закупить это количество миль. В общем, испытания. Прежде чем позвать клиента в свою систему лояльности, спросите, какое испытание он вынесет для того, чтобы пользоваться вашими льготами. Иногда мне кажется, что свадебный выкуп невесты – это подобные испытания для того, чтобы жених чуть больше ценил с уступлением в брак. Ну ладно, шутки-шутки, мы поехали дальше. Что нам еще мешает развивать нашу программу лояльности? Даже не отсутствие денег, а отсутствие информации о клиенте. Мы практически ничего не знаем о своих клиентах. Или знаем, но этой информацией не пользуемся. Где-то у нас в бухгалтерии записаны данные о том, какие товары, в какое время, на какие суммы покупал наш клиент, но пользуемся ли мы этой информацией? Знаем ли мы что-то о своем клиенте для того, чтобы развивать с ним отношения? В этом плане мне очень нравится исследование, которое провели авиакомпании, выясняя список неихудших пассажиров, самых неприятных попутчиков. То есть пассажиров авиакомпании спрашивали, кто самый неприятный попутчик? Кого вы считаете самым неприятным попутчиком? Среди людей с избыточным весом, среди людей, которые снимают ботинки в самолете, среди людей, которые путешествуют с маленькими плачущими детьми, люди обратили внимание на тех, кто задает слишком много вопросов. Это одна из категорий самых неприятных попутчиков, в которую вам нужно научиться превращаться. Вам нужно научиться задавать вопросы. Не обязательно влазить человеку в душу, не обязательно как детектив направлять на него лампу и задавать ему вопросы, чтобы человек почувствовал себя как на допросе. Достаточно иногда двух вопросов. Как вас зовут? Чем вы занимаетесь? Почему вам нравится эта работа? Почему вам не нравится эта работа? И все. Я, пытаясь задавать такие вопросы в самолетах, получал себе собеседник, и человек просто два часа разговаривал, и я не мог его остановить. Он рассказывал, рассказывал о том, почему он любит или почему он не любит свою работу. Почему он ее выбрал или почему он ее хочет сменить. научитесь задавать эти вопросы. Чтобы вам проще было задавать вопросы, я вас адресую в книжке Харда Макея, как Плава Фредиатума, «Небит с недели взрыва». В нем есть, в этой книге есть анкета из 66 пунктов. Вам не нужно знать ответы на все 66 вопросов, конечно же. Но эта анкета будет для вас подсказкой, о чем можно спросить вашего клиента, о чем своевременно ему можно задать вопросы. И тогда, если вы знаете эти вопросы, у вас появляется шанс их задать. Если вы не знаете этих вопросов, вы даже не знаете, о чем спросить вашего клиента иногда в разговоре по телефону, или в переписке, или при личной встрече. Если что, то эта книжка была написана в прошлом веке американцам, поэтому нужно сделать поправочку на том, что это анкета из 66 пунктов, немножечко не соответствует нашим реалиям, российских, современных технологиях. Мы чуть позже упомним еще одну книгу, в которой есть доработанная анкета Харви Макея. Они далее спрашивают, как поступать в этом случае с вопросом о защите персональных данных. Вот опять что-то узнал о клиенте, вот это не нужно теперь использовать в работе. Но это же использование персональных данных, это же ведь нужно где-то регистрироваться, нужно где-то учитывать, нужно соблюдать правила, нужно соблюдать законы. Ну, на самом деле, я всегда мы законы все проверили, их резюме сводится к одному слову. Не распространяй информацию. Если вы используете информацию о том, что тот человек, вот у этого человека день рождения такого-то числа, а вот так-то у него зовут сына, а вот так-то у него зовут любимую собаку, никто вас за это не привлечет. Будьте внимательны к своему клиенту. Вот именно отсутствие внимательности, желания задавать вопросы, запомнить эти ответы и использовать их в дальнейшем приводит к тому, что мы не можем выстраивать лояльные отношения. А лояльные отношения появляются когда, помните, мы сказали, не тогда, когда все хорошо. Лояльность – это проявление, это желание остаться с вами тогда, когда что-то пошло не так. Вот именно это и есть настоящая лояльность, когда вы, совершив ошибку, сохраняете своего клиента, потому что он лоялен вам. Когда вы ему раздаете деньги, оставаться с вами легко. Когда вы перестали раздавать деньги, уйти от вас легко, потому что лояльность на самом деле никакой есть. Лояльность не покупается, лояльность зарабатывается. Чем? Вниманием к человеку и желанием использовать эту информацию. Еще один момент. Где все обычно пытаются найти лояльность? Или где все пытаются выстроить лояльность? Выстроить в этой самой воронке продаж, когда мы получаем на входе в воронку горячий лифт, это клиент, у которого совпало три критерия. Во-первых, это человек или организация, у которой есть какая-то проблема, и он ее осознает. Он говорит, да, у меня есть какая-то проблема. Во-вторых, у него есть желание решить эту проблему. И в-третьих, у него есть средство на решение этой проблемы. Вот это вот горячий лифт организации или человек, который в ближайшее время купит товар или услуг у вас или у вашего конкурента. И вот тут-то все хотят. Нам нужен лояльный клиент, который деньги отдаст именно нам, а не нашему конкуренту. Вот дайте нам лояльного клиента, который захочет прийти именно к нам. Но на самом деле лояльность находится не здесь, не в воронке продаж. Потому что в воронке продаж есть желание решить проблему. Человек находит быстро того, кто ему решает проблему, и уже не смотрит на отношения. Потому что важно решить проблему. А мы продолжаем использовать разные механики продаж против людей, у которых эти три критерия не совпали. он или не видит у себя проблему, не знаю, никто проблем, нет у меня избыточного веса, и я даже в поле не хочу ходить, и я не думаю, что у меня там плохое лицо, и я не думаю, что у меня машина медленно ездит, меня все устраивает. Или человек не хочет эту проблему решать. Ему врач говорит, окей, у тебя тут кария с маленьким зубом, он говорит, не болит, лечить не буду, заболит, приду, вылечу. Ему говорят, что у тебя на предприятии система, CRM-система плохая, или у тебя нет CRM-системы, он говорит, у меня и не одна CRM-система, с Excel-кой нормально справляемся, нежелание решить проблему. И в-третьих, нет денег на решение проблемы. Проблема есть, вижу, хочу решить, да, но денег в бюджете нет, или в кармане. Вот и все. А мы продолжаем пытаться закрыть сделку, мы пытаемся применить какую-то технику продажи, не купит, потому что не готов, потому что в этом состоянии клиенту продавать бесполезно. Но отношения выстраивать надо. У нас есть куча контактов, у которых один или два критерия выполнены, третьего или двух не хватает. Но отношения-то с ними поддерживать надо. И вот здесь вот вступает в игру правила продавцов. Обычная сделка заключается после 7-10 контактов, или 7-10 контактов. А большинство продавцов бросают сделку после трех контактов с клиентом, если им отказали или не купили. Но сильные продавцы, или те, кто знает эти правила, начинают эти 7-10 контактов поддерживать. Но во что превращаются эти контакты? Когда вы у нас купите? Рассмотрели ли вы наше коммерческое предложение? А можно мы проведем вам презентацию? А можно мы познакомимся с вашим директором? А приезжайте к нам в офис? А заполните, пожалуйста, заявку? А рассмотрите наши образцы? В общем, все время мы что-то пытаемся продать человеку, взять у него что-то. Или деньги, или время, или ресурсы, или информацию. А он сопротивляется. В этом 7-10 контактов нам нужно поддерживать, но мы не знаем как. Мы дали 7-10 контактов, или 70. Так успеваем, надо есть клиенту, что он, когда совпадутся в три критерия, пойдет и купит где угодно, но только не у нас, потому что мы его до 100 дней. Так вот, именно воронке лидогенерации, когда у вас есть контакт, и пока еще человек не превратился в горячий лид, им нужно выстраивать лояльность, но не теми способами, с которыми мы двигаемся. Есть еще одна воронка. Воронка до продаж, или юбка до продаж. Когда клиент что-то у нас купил, и он автоматически не стал нашим клиентом, он автоматически превратился в потенциального клиента на следующую покупку. Если вы считаете, что клиент, который у нас что-то купил, это все наш клиент, он от нас никуда не денется, не про вельма. Клиент может деться куда угодно, потому что обычно мы за ним перестаем ухаживать после того, когда он у нас что-то купил. И в это же время за ним начинают ухаживать наши конкуренты. На чьи ухаживания он отвечает? На тех, кто более активен. И это чаще всего следующая покупка совершается не у нас, а в другом месте. А мы думаем, что просто клиенту ничего не надо. Так вот, в юбке до продаж точно так же нужно выстраивать лояльность и поддерживать отношения с клиентом, не считая его своей собственностью, а считая его всего лишь одним из потенциальных клиентов на следующую покупку. Вот этих вот двух воронках, воронки вида генерации и воронки до продаж, клиент не готов покупать. Любое наше предложение «купи у нас что-то» вызывает вот примерно какую-то реакцию. Отстаньте от меня, вы мне не убедили. А нужно? Нужно что-то делать. Каким образом? Отсылаю вас еще к одной книге. Книгу, которую написал агент СРУ, называется «Отключаем обаяние по методике спецслужб». В этой книге есть замечательная формула дружбы, которая говорит о чем? О том, что с любым новым контактом можно выстроить отношения, используя несколько правил. Книгу писал агент, который занимался вербовкой и перевербовкой агентов, людей, которые изначально к нему враждебны. И он умудрялся с ними выстроить дружеские отношения. Как? Он утверждает, что для этого достаточно появляться в его поле зрения достаточное количество раз, вызывать положительные эмоции, выходить на достаточную близость и обеспечивать продолжительность отношений. Количество контактов, эмоциональность контактов, близость контактов, продолжительность контактов. Если мы это делаем, то наш мозг, мозг и мы автоматически начинают считать объект привычным, потом безопасным, потом любопытным, потом интересным. И вот таким вот образом устраивается дружба. Вспомните, с кем вы дружите, с кем вы встречались раньше. Вы не дружите ни с кем, кто к вам попал в поле зрения в первый раз. И при этом продавцы все время пытаются подружиться с клиентом, попав в первый раз в его поле зрения. Как? Никак. Если мы не используем формулу дружбы. Как мы можем перенести формулу дружбы на коммерческие отношения? Вспомним потом, что есть такая штука, как доверительный маркетинг. Доверительный маркетинг – это когда клиент соглашается на то, чтобы мы с ним контактировали. Есть противоположность доверительного маркетинга – обычный, навязчивый, стандартный, когда мы пытаемся пробить рекламную защиту клиента. Когда мы придумываем интересные каналы коммуникации, креативную рекламу, ввезем его в информационное поле, стараемся обратить на себя внимание. А клиент все время старается отгородиться. Клиент старается спрятаться от нашей рекламы. Такой доверительный маркетинг – это когда клиент нам говорит «Окей, приходи к нам». И он доверяет, и он начинает знаете где? Я вот почему здесь нарисовал эти круги. Про быстро, дешево, качественно выбираете любые три. Помните, выбираете любые два. Помните эту мысль? Мы избавлены интернетом. Мы уже не хотим выбирать любые два из трех. Нам подавай все три сразу. Да и не просто быстро, качественно и дешево. В интернете мы подозреваем, что можно найти идеально, немедленно и бесплатно. Так вот, эта модель отношений начинает переноситься на отношения между продавцом и покупателем. Но покупатель настолько не готов делать быстро, немедленно, качественно, идеально и бесплатно, что некоторые продажники начинают рисовать вот такую вот картинку друг другом, как инструкцию общения с клиентом. Они еще дорисовали один кружочек бесплатный, потом говорят «Вы посмотрите, бесплатно, качественно и быстро» сегмент. Бей себя. Но именно вот в этом вот месте начинается доверительный маркетинг. Когда вы можете сделать что-то для клиента качественно, быстро и бесплатно. Начинает работать схема не утром, стулья, вечером, деньги. Не утром, деньги, вечером, стулья, а наоборот. Утром, стулья, вечером, деньги. Но когда человек вроде меня начинает советовать предпринимателям сделать что-то быстро, качественно и бесплатно, меня хочется послать кто-нибудь за горизонт стратегического планирования. Поэтому я бы хотел напомнить, что у любой организации есть предостаточно отходов производства побочных продуктов, которые мы считаем мусором, а наши клиенты готовы сказать нам за это спасибо или даже заплатить денег иногда. Что это может быть? Есть одна история. Я прихожу на рынок с оленями. У моего продавца, которого я покупаю, на прилавке стоит трехлитровая банка с рассолом. На ней листочек наклеен. Написано красиво. Написано нектар завтрашнего дня. Кружечка рядом стоит, салфеточка. Страждущие подходят. А, бесплатно. Выходи, наливай, рассол, пей. При мне приходило несколько человек и освежалось. Понятно, там рынок, люди обычные, самые работают. Я его спрашиваю, слушай, ну зачем ты это устраиваешь, ну, все вот это вот, поеделку? Он говорит, ну, понимаешь, если я сейчас, если они у меня сейчас вот это вот все не выпьют, то вечером мне два ведра рассола надо тащить в канализацию. Для него это отходы, а для его соседей амброзия. Старая история, поток от лесопилка, тратила деньги на утилизацию опилок, потом дала объявление в газетах, которые по происсадинному хозяйству. И у нее дачники эти опилки вывезли за свой собственный счет. Еще и приплатить были готовы. Вроде бы, кажется, производство, рассол, опилки, ну, тут вот что-то вещественное, что можно отдать и на что можно ввести к потребителям. На самом деле, у любой компании, которая занимается услугами, которая занимается проектированием, которая занимается дизайном, рекламой, чем угодно, есть масса побочных продуктов, в которых они не видят никакого потенциала. Тем, кто напишет мне письмо, я, кроме всего прочего, сброшу ссылку на свою статью про отходы производства для отхода бизнеса для доверительного маркетинга, что можно использовать для такой бесплатной раздачи своих клиентов. И когда у вас появляется список того, чем вы можете поделиться с клиентом, тогда ваше появление в его поле зрения по формуле «друга» будет похоже не на попытку «дай мне что-нибудь», не на вопрос «когда ты мне заплатишь денег или когда ты у меня что-то купишь», оно вот такое вот легкое поглаживание, вы приходите и прикасаетесь к своему клиенту, раз, два, три, четыре, пять, вот пока он находится в воронке лидогенерации, пока он находится в воронке для продаж, вы его мягко и ненавязчиво касаетесь. И к тому моменту, когда у него созревает новая потребность, когда у него совпадают все три критерии, у него не возникает вопросов, куда ему идти, обращаться за тем, чтобы ему продали услугу. Что вы можете сделать для своего клиента? В своей книге «Маркетинг по любви», которая выходила под названием «Некоммерческие предложения», я все такие касания разбил на семь групп. Первая группа таких касаний – это экспертные касания. Касания, когда вы можете поделиться со своим клиентом, со своей экспертной информацией, вы прекрасно разбираетесь в рынке, вы знаете продукт, вы знаете конкурентов, вы знаете кейсы, вы знаете, как использовать и как не использовать ваш продукт. Вы знаете, как вы совершенствуете свою работу, вы знаете, как вы избавляетесь от недостатков в своей работе, вы постоянно развиваетесь, вы постоянно объясняете что-то своим сотрудникам, что-то своим поставщикам, что-то своим клиентам. Вы эксперт, и вы разбираетесь в продукте гораздо лучше, чем ваш клиент. И иногда ему эта информация нужна. Что вы можете дать своему клиенту в качестве вот таких вот экспертных касаний? Здесь перечислено, ну я уже, я не сказал, что в целом наша презентация перечислена около 70 разных касаний. Я даже по минуте, уделив каждому, не впишусь в регламент этого вебинара, поэтому я остановлюсь кратко на некоторых из них. Здесь на слайдах перечислены все 70. Если захотите посмотреть, прочитаете презентацию, свяжите. Если вдруг захотите узнать, что поподробнее про касания, про которые мы не рассказали, я про него вам могу или в почте ответить, или вы можете прочитать в моей книге. Итак, экспертные касания. Здесь могут быть релизы о работе или отправка каких-либо материалов. Ваши сотрудники съездили на какую-то выставку, познакомились с новыми технологиями, с новыми тенденциями, составили отчет. Окей, отправьте этот отчет своим клиентам. Вы можете устроить анкетирование для своих клиентов. Если хотите устраивать легкое анкетирование, можете устроить целое исследование, тогда вы вообще двух зайцев убьете, вы информацию для себя соберете, и клиентов коснетесь, приглашая их исследование, да еще потом результаты этого исследования отправите, если им они будут интересны. Вы можете, если неинтересны или у вас нет возможности собирать свои экспертные знания, ну, отклониться к чужим знаниям, взять и отправлять клиенту цитаты из каких-нибудь бизнес-книг. Если у вас есть сотрудник, который много читает, или вы много читаете, пожалуйста, подбирайте, собирайте подборки цитат, и клиенту отправляйте цитаты из названия книги, рекомендацию ее прочитать. Вы можете делать письма директора, когда директор или сам руководитель делится своими взглядами, даже не на бизнес, или на бизнес, на воспитание детей, на путешествия, на образование, на нынешние поколения, на отношения людей. Пожалуйста, у вас может быть небольшой взгляд, небольшой цитат, и, пожалуйста, отправляйте их своим клиентам. Вы можете взять избранные вопросы и ответы с сайта, потому что далеко не все заходят на страничку «Вопросы и ответы» и сделают небольшую рассылку о том, как правильно пользоваться вашим продуктом. Ваш клиент, пользуясь вашим продуктом, видит только себя одного. Расскажите ему о том, как пользуются вашим продуктом ваши другие клиенты, какие находки они сделали или какие правила они вывели, чтобы их пользоваться. Не можете создать свой «возьмите чужой контакт». Возьмите чужие статьи, сделайте подборку, сделайте обзор, отправьте своим клиентам какой-то дайджест для того, чтобы не тратить их время. Пережуйте за них тот вал информации, который вокруг, создайте из него какую-то выжимку и отправьте. И они вам скажут спасибо за то, что вы сделали работу за них. Ну вот, например, я уже сказал, что были исследования. Один из наших кейсов, когда мы, желая узнать, каким образом продавать маркетинговые услуги, строили исследование, зачем вам маркетинг среди разных клиентов. Мы задавали им вопрос о том, почему вы обращаетесь в агентство, как вы выбираете агентство, какой у вас успешный опыт, какой у вас неудачный опыт, какие вы рекомендации для себя выработали, какие вы для себя стоп-факторы поставили. И затем, среди своих клиентов, мы просили, хотите узнать, как нужно выбрать агентство на опыте других людей, как нужно выбрать маркетингового агентства или маркетингового консультанта. Окей, пожалуйста, получайте ответы на эти вопросы. Мы брали и рассылали собственные статьи, когда собирали подборку публикаций с блогов наших сотрудников, с моего собственного блога публикаций, с журналов, рассылали их как дайджест своим клиентам пару раз в год, но это было бы хватало, чтобы пару касаний дополнительных клиентами сделать. А вот пример того, каким образом экспортиза своей поделилась климатическая компания, которая в межсезонье теряла прибыль, потому что к ним никто не обращался. Они просто-напросто сделали рассылку о том, как правильно почистить кондиционер. Ну, начали, конечно, кто живет в вашем кондиционере, вот такие вот клещи. В принципе, для этого и производится ежегодная чистка. Ее можно провести так. Вот вам, пожалуйста, инструкция. Ну, не хотите лазить, не хотите труждаться, боитесь сломать, позовите нашего мастера. Таким образом, продали еще услуги на межсезонное обслуживание кондиционера. А вот пример письма директора, о котором я вам говорил. Помните, зубная паста-склад, в каждой пачке зубной пасты-склад лежит вот такое небольшое письмо от директора. Точно так же поступает Владимир Шахиджанян, который рассылает пользователям, зарегистрированных в программе СОВА на клавиатуре, свои еженедельные письма и делятся своими взглядами на жизнь. Чем плохо? Ничего. Ну и вот исследование, которое проводит Альфа-банк. Не только мы рассылали, пожалуйста, Альфа-банк точно так же пишет, задает вопросы клиента, потом выжимку из этих вопросов рассылает по всем остальным, для того, чтобы их клиенты могли сравнить себя с остальными и посмотреть, где они находятся по сравнению с остальными предпринимателями. Я не буду останавливаться на стадиях, кто все это будет делать. Если вы посмотрите, то здесь есть ссылка на наши услуги, которые могут закрыть потребности в этих задачах. Следующая группа касаний – это бизнес касания. Ваш клиент, кроме того, что покупает ваши услуги, кроме того, что тратит время на общение с вами, решает еще массу других задач. И вы эти задачи можете помочь ему решить. Вы можете сделать за него часть работы. Таким образом? Вы можете провести аудит его работы, аудит работы его сотрудников, побыть для него тайными покупателями, рассказать, как работает его сайт или как не работает его сайт, вы можете помочь объединяться контактами, вы можете проверить его контакты, вы можете помочь ему обосновать целесообразность работы с вами, его руководителями, вы можете помочь ему с продвижением, например, дать ему свои материалы, вы можете оценить его промо-материалы или попросить оценить свои промо-материалы, вы можете помочь ему с поздравлениями, вы можете сделать обзор рынка. Обзор рынка, кстати, это классная вещь для того, чтобы быстро продать услугу. Вот вы представляете себе, клиент вам позвонил, вы спрашиваете, сколько у вас что-то будет стоить. Ну окей, вы знаете, что такое транзакционные продажи, вы знаете, что такое консультационные продажи, вы привели транзакционную в консультационную. Но вы же понимаете, что клиент после того, когда узнает цену от вас, что сделает дальше? Пойдет искать, проверяет цену у других. Пойдет узнавать, сколько стоит эта услуга в другом месте. Потратит на это время, потому что ему, своего руководства или своих экономистов, нужно обосновать, почему он выбрал именно то или иное решение. Потому что он сравнивал, потому что он делал обзор рынка. А вы же тоже ведь обзор рынка делаете? Вы же тоже определяетесь со своими ценами, вы же тоже ищите, какие предложения сделать, выясняйте, какие предложения делают конкуренты. Ну да какие сделают для него это исследование рынка, точнее, вот этот обзор рынка, отдайте сразу своему клиенту, сколько у вас творчества, столько, поговорили, тла-та-та-та. А, Сергей Сергеевич, вы же ведь дальше будете снова там сами сравнивать. У нас вот наши экономисты и маркетологи проводили уже обзор рынка. Тут уже есть основные цены с основными игроками. Пожалуйста, я могу вам отправить, чтобы вы время не тратили. Что мешает? Ничего. Если только у вас могут быть не самые выгодные предложения, что сделать в этом случае? Решение тоже есть. Каким образом грамотно и аккуратно выйти из этой ситуации, если вдруг ваше предложение не самое лучшее на рынке, а показать обзор рынка все-таки нужно. Потому что если он не узнает эту информацию от вас, то он узнает ее от кого-то другого. Вот презентация для руководства. Это наше регулярное правило спрашивать клиента, нужно ли то коммерческое предложение, которое мы отправили для него, переделать в его коммерческое предложение, с которым он пойдет к своему руководителю. Потому что ему нужно будет обосновывать с какой-то другой точки зрения выгодность своего предложения. Ну или знакомство клиента с поставщиками. Это вообще 2-2 сразу за это можно убить. Когда мы звоним своему поставщику и говорим, слушай, у тебя классные услуги, например, типография какая-то, консалтинговая компания, транспортная компания, бухгалтерская компания, ты классно работаешь, ты нас выручил пару раз, мы бы хотели порекомендовать тебя своим клиентам. Что нам о тебе рассказать? Тут сразу же у вашего поставщика разрыв шаблона, вы его собираетесь рекламировать своим клиентам, и вы уже можете рассчитывать на особое отношение с этим поставщиком, что он вам сделает какую-то скидку или пойдет на какие-то особые условия. Ну и потом всем своим клиентам вы рассказаете историю о том, как какой-то из поставщиков выручил вас в сложной ситуации, вы рекомендуете обратиться к нему за услугами. Ну, кстати, вот рассказ про поставщиков в фейсбуке одной моей знакомой, которая рассказывала, как здорово ее выручил один конференц-зал. Следующая группа касаний – это развлекательные касания, когда мы помогаем клиенту не только работать, но и отдыхать. В развлекательных касаниях есть две большие группы. Первая группа – это развлечения, вторая большая группа – это поздравления. Ну вот, в развлечении не так много, в общем-то. Пригласить на какое-то мероприятие. Ну вот смотрите, вы проводите какую-нибудь, какое-нибудь свое мероприятие, я не знаю, мастер-класса, или вы пригласили какого-то спикера к себе, или вы проводите какой-то праздник, или вы проводите какой-то конкурс. Ну, нескольких клиентов вы тоже ведь можете к себе пригласить и сказать, приходи к нам на наш праздник, мы будем рады тебя видеть. Не факт, что все придут. Но каждого, кому вы пришли для такого приглашения, читайте, что вы коснулись, и вы еще раз появились в его полезрении. Вы можете провести конкурсы или дикторины среди клиентов, или среди потенциальных клиентов. Вы можете рассылать подборки фильмов. Классная вещь. Компания, которая занимается лицензированием и вступлением организации в СРОМ, просылает своим клиентам подборки книгостроителей, подборки фильмов-остроителей, подборки объектов строительных разных интересных. Это еще одно касание. Пусть клиент даже это не прочитает, а там может быть пробежи по диагонали. Но вы появились в его поле зрения не с предложением что-то купить, а с предложением чем-то поделиться. Вторая подгруппа в развлекательных касаниях – это поздравления. Я вас умоляю, вычислить из своих списков поздравлений Новый год, 23 февраля и 8 марта, потому что вы утонете в остальных поздравлениях. Вам нужно поздравлять клиента с чем-то другим. Вам нужно поздравлять его с другими праздниками. У вас есть масса способов поздравить его с чем-то другим и выделиться от allergies от других людей. Вы можете поздравлять его с его днем рождения. Вы можете поздравлять женщин с днем рождения их детей. Вы можете поздравлять людей с их любимыми. Вы можете поздравлять с днем фигмы клиента. У вас наверняка в бухгалтерии есть список ваших контрагентов. У каждого контрагента есть ТНМ. Если вы возьмете этот ТНМ и забьете на сайте налоговой инспекции, вы получите дату введения этого ТНМ. Считайте, вы получили дату рождения компании. Вот и поздравьте его сотрудников. Часто они сами не знают, когда у них настоящий день рождения фирмы. Корпоратив был летом. Они отметили день рождения 18 марта. 18 марта позвонили и сказали, кстати, днем фирмы. Мы уже человеку удивили, что узнаете о его компании чуть больше, чем он сам. Вы можете поздравить клиенту с днем рождения своей компании. Но, пожалуйста, не делайте в этом случае подарки. Нам 7 лет, вам 7% скидка. Не надо. 7% скидки – это не подарок. Это предложение купить со скидкой за 93% стоимости. Хотите что-то подарить? Дарите. Ваш подарок не должен требовать ничего взамен от вашего клиента. Это железное правило доверительного маркетинга. Что еще может быть из поздравлений? Государственные и негосударственные праздники. Вот, кстати, вот проскочил. Дни родов войск. Если вы знаете о том, в каких родах войск служил вот этот вот начальник отдела штабжения, что он в танковых расстах служил, то поздравление с днем фанкиста наверняка вызовет у него какую-то сильную реакцию и благодарность за то, что вы узнали о нем что-то интересное. Поздравляем с государственными праздниками, с негосударственными праздниками, с профессиональными праздниками. Мы на одного руководителя нефтяной компании вышли через секретаря, через которого долго не могли пройти. Но прошли мы через нее тогда. Тогда мы узнали, что девушка закончила исторический факультет. Она является секретарем. Она до этого работала в строительной компании, а сейчас она работает в нефтяной компании. Она получила четыре поздравления с профессиональными праздниками. С днем историка, с днем секретаря, с днем строителя, с днем нефтяника. Когда мы ее в четвертый раз поздравили, Он уже нам просто сказал, так, хватит крытки слать, висите подарок уже какой-нибудь. Вот и все. Если вы знаете о клиенте чуть больше, чем знают все остальные, у вас появляется масса шансов для того, чтобы выйти на него с информацией, которая нужна именно ему, которая интересует именно его. Вот это вот форма в нашей CRM-системе. Когда любому контакту предлагается выбрать профессиональные праздники, ставишь галочки, к кем праздникам этот человек относится, и когда формируется рассылка к этому празднику, адрес этого человека автоматически собирается в список рассылки. Ну или вот про развлечения, шутки на рабочем месте. Это слайд, который проезд-лист, который в автосервисе увидел. Прочитал весь проезд-лист, посмеялся над всем проезд-листом, в хорошее настроение он оттуда ушел, обсужил вас там, пока автосервис работал, когда-то камни нужны были в нем, пока я нуждался в его услугах. Вот развлечения, жить интересно. Журнал устраивает для своих слушателей различные марафоны креативности, когда на целый год он дает какие-то задания и предлагает, видит проявительские способности. Поздравляем с негосударственными праздниками, когда мы поглядали людей. С днем борьбы со спам-рассылками, с днем русского языка, с днем культуры, с днем кино, с днем российской науки. Что мешает? Ничего. Пожалуйста, берите отраслевые праздники, вот как говорится там, День нефтяника, День секретаря. Закажите вы дизайнера открытку, стоит не очень дорого, по сравнению с макетом, который вы заплатите за буклет, как он или за раздаточный. Но не скачивайте открытки из интернета, и делайте что-то свое. Пишите тексты, которые вы заказываете, депрайтеры, которые будут родственные вам, а не типовые для всех подряд. Ну, кстати, с днем рождения детей. Одно из правил поздравления с днем рождения детей. Ушел человек, ушла женщина в декрет. Про нее обычно все забывают, потому что, ну что, на 2-3 года человек выпал из поля зрения. Нет, не выпал. Сначала выпал. Ага, в декрет пошла. Что-то примерно планирует, ну, примерно в декабре. В январе позвонили еще раз, он не окажется, платный телефон остался. Здравствуйте, там, Анастасия, как дела, как уже все состояло, все родили, кого родили, как называли. Все прекрасно. Знаете дату, знаете имя. Через год что делаете? Поздравляете с днем рождения ребенка. Анастасия, здравствуйте, у вас первый годик. Поздравляю. Со вторым годиком поздравили, с третьим годиком поздравили. С кем она будет работать, когда выйдет обратно на рабочее место? Наверняка с вами. Потому что вы один из немногих, кто проявлял к ней внимание, когда она никому не была нужна. Вот, пожалуйста, человек выгружает у себя в Инстаграме о том, как детский мир поздравил ее. Скриншот делает со своего телефона с СМС-сообщением о том, что детский мир поздравил ее с днем рождения дочери. Ну, или вот девушка, которая точно так же в Инстаграме. Существует руководитель отдела маркетинга банка, который выгружает у себя в Инстаграме скриншот о том, как интернет-магазин поздравил его с именинными. Она говорит, сама не знала, когда он у меня именинный, а вот тут мне пришло. Как спросить про дни рождения? Да вот просто, пожалуйста, Озон спрашивает. У нас для вас скопитесь в подарки, мы бы хотели вас поздравить, но у нас не получается. Сообщите нам, когда дать вам подарок. Все очень просто. Просто разговаривайте о людях. Учитесь задавать вопросы. Учитесь задавать, когда он на дне рождения. Учитесь задавать, в каких родах человек служил. Учитесь задавать, как золотого ребенка. Учитесь задавать, какое-нибудь домашнее животное научитесь любопытствовать научитесь задавать вопросы когда все будет легко и просто подарочные касания плавное продолжение развлекательных касаний поздравительных касаний ну вроде как поздравил нужно еще и подарок или подарок без повода какой-то дать хотя бы на ведре все потому что мы часто сидим на каких-то ресурсах и говорим не дадим никого сам с кем лопну но мы не отдал самом деле у вас есть вещи которыми можно делиться я уже говорил есть побочные продукты есть производство которым можно поделиться со своими клиентами а есть еще чужие подарки можно делать подарки чужими руками можно дарить книги не лучший подарок этого утверждения не отменял потому что опять же история из личного опыта одно издательство в котором менеджеры сказали все у нас не хватает времени ездить по всем клиентам мы хотим чтобы клиенты приезжали к нам офис устроили мозговой штурм что можно сделать для того чтобы клиенты приезжали к нам давайте ударить им книги следующий звонок от менеджера по продажам клиенту потенциальному звучал так мнение и не про рекламу буду с вами недавно разговаривали про сложность поиска людей будут классную книгу по и чару от и чара прочитали мы подумали что вам будет очень интересно купили специально для вас оставили в офисе приезжайте они не показывали шкаф в котором стоит по одной книжке показывали колдовочку в которой стоит лежит стопка книжек из которой они достают на полочку клиенты приезжают забирают книгу заодно и про размещение рекламы поговорили кстати про звонки очень часто холодный звонок сложно совершать потому что ты знаешь что ты сейчас будешь что-то просить у человека он будет сопротивляться предполагаемое сопротивление мешает сделать звонок гораздо проще когда у тебя есть целый список подарков которым ты как которыми ты можешь сейчас поделиться и вы статьи какие-то ссылки какие-то подборки какие-то рассылки все что угодно и тогда ваш звонок превращается в зрение да да я сейчас не по работе у меня для вас есть подарок на какой адрес вам отправила нужно отправить там это интересно или неинтересно у меня тут вот лежит вот это насколько вам это будет интересно можно вам отправить или нельзя как вы берете лично сами прийти в общем а после этого уже начинается разговор о покупке вступает в закон силу закон взаимного обмена вы дали что-то человек чувствует обязанным себя обязанным ответить на взаимностью один из подарки не обязательно должна быть дорогими один из личных кейсов о том как мы взяли контракт в банке после того когда подарили руководители отдела подарок стоимостью 30 рублей все началось с чего это кстати про внимательно в разговоре на встрече на первый человек у нас дошел разговор о деловом английском языке кто-то сказал он у нас там сегодня репетиторы придут у нас на сегодня будет занять у нас компания организовала обучение английскому языку но я туда не пойду потому что я хорошо знал английский язык я всего гарри поттера даже в оригинале прочитала сказал человек и вот если вы можете пропустить это мимо ушей а можете поставить галочку человек прочитал гарри поттера в оригинале зачем еще пока не знаете как это сработало у меня когда я пришел покупать подарки на новый год в офис гадайнего санта где мы говорили что подарок должен быть не дороже 50 рублей в офисе я наткнулся на брелок дары смерти из гарри поттера купил этот брелок подарил его человеку человек был в полном восторге после каникул позвонил сказал слушай приходи будем обсуждать как вы можете поучаствовать в работе бюджета в следующем году 30 рублей стоимость подарка и знание о своем клиенте подарки партнеров подарки после отпуска неожиданная мелочь в подарок неожиданной мелочи в подарок вот люди ценят эмоции люди не хотят получать там очередную бутылку коньяка или очередной календарь или очередной ежедневник способность удивить людей способность сделать так чтобы у открылся ротом столба вот когда как это как это вообще додумались вот такие примеры про то как можно делать подарки чужими руками крупные компании берут и объединяются для того чтобы подарить своим пользователям какие-то мелочи а вот тоже реальный кейс о том как медицинский центр за скооперировался рестораном медицинскому центру нужно что-то подарить своим клиентам у них клиентов много и в общем подарить каждому какой-то подарок раздавишься поэтому они пришли к ресторану в ресторан оставили ребята вам интересно наша клиентская база то нам интересно ваш клиентская база платной клиники давайте вы будете дарить сертификат на банкет на тысячу рублей банкеты все равно и дороже стоит 30 тысяч рублей 15 тысяч рублей 50 тысяч рублей до 1000 рублей не жалко мне не жалко ресторан просто дарил клиентам медицинского центра сертификаты на проведение банкета были разные тысячи рублей 2000 рублей 5000 рублей в зависимости от статуса клиента ресторан получил новый клиент медицинский центр сделал подарки чужими руками все просто подарок после отпуска вот вы разговариваете с клиентом а я уезжаю в отпуск все давайте разговор переносим на месяц мне до этого некогда будет разговаривать куда едете учитесь задавать вопросы куда едете хорватию еду отдыхать все прекрасно покупаете фотоальбом и такие фотоальбомом с окошечком на переднем на передней страничке купили такой альбом дизайнеру заказали делали какую-нибудь картиночку с хорватией в тему хорватии вложили на следующую встречу поехали с альбомом елена у вас наверняка фотоаппарате телефоне там 1500 фотографий которые не пересмотреть как делаю я я выбираю 100 штук самых-самых распечатываю складываю в альбом знаете удовольствие их разглядывать долгими зимними вечерами вот у меня для вас с такой держите правда человек откроется подарки без повода на подарки без повода мы напоролись один раз когда тестировали работу приложение разных транспортных компаний нам нужно было разными компаниями отправить грудью в разные города кому отправлять мы отправляли клиенту что отправлять мы отправляли конфеты наш в общем в общем паре конфеты уже тогда начались вопросы когда мы им звонили и говорили на какой адрес вам привезти даром заказать по какому телефону вам звонить за что какие конфеты откуда они взялись ничего страшного мы просто тестируем службы доставки у нас единственный в этом городе мы хотим поставить именно вам отправляли людям конфеты они получали перезванивали говорили спасибо одна из компаний сделал это в течение одного месяца не знаю сделали бани и сделали мне нравится верить то что конфеты с работами и 5 коробок конфет это стоимость контракта который мы получили вот пример того как школа бизнеса приглашала своих клиентов на арбуз жаркие дни и сказали ребят без всякого повода у нас арбуз сальдом приезжайте кто желает на арбуз будем вместе разговаривать 6 это у нас пятая группа вид касания продолжение фразы классика ничто не дается так дешево и не ценится так дорого как вежливость продолжим еще внимание и уважение вот если вы можете проявить своему клиенту внимание уважение если вы можете позволить ему проявить свои личные качества когда он оплатит вам взаимностью вы можете получить консультацию клиента попросить чтобы он вам что-то посоветовал вы можете попросить рецензию к своей статье которую вы написали или к своему кейсу который вы хотите разместить на сайт или позвать клиентов сар для своей статьи чтобы он написал вам кейс вы можете уточнить чью-то публикацию чужую публикацию вы можете запросить у него контент для рассылки по своей клиентской базе рассылаем может быть у вас есть контент вы можете попросить комментариях чужой новости если своих новостей нет в общем подарите клиенту сертификат просто скажи ему вы входите в топ-100 наших лучших клиентов у вас 100 клиентов ну сделайте топ-100 лучших клиентов вас 50 клиентов сделать это 50 и подарите каждому своему клиенту дипломков топ-50 шутки шутками и юмористические сертификаты от различных рекламодателей самый веселый рекламодатель требовательный рекламодатель я видел на стене людей среди дипломов высшего образования люди такую ценят как ни странно и вывешивают если вы проявляете вид ношение клиентов я вас вызывает научитесь работать ухами используйте текстовые письма ну вот пример того как мы познакомились максимом отрыва они ведущих спикеров сейчас когда я ему после семинара отправил отзыв на его мастер-класс написано от руки с этого письма началась наша дружба с ним если вы с кем-то стараетесь выстроить отношения и своих клиентов в социальных сетях запомните не люди ходят не за тем чтобы расставлять лайки приходите чтобы получать лайки приходите чтобы получать комментарии ставьте лайки своим клиентам пишите своим клиентам содержательные вопросы задавайте им задавайте содержательные вопросы пишите содержательные комментарии но в общем делайте что-то ради чего клиент входит социальную сеть 7 группа это вау касания когда вы выкручиваете так как не выкручивается никто из ваших конкурентов или никто из ваших коллег. В результате клиент говорит, вау, так не делает никто. Таких касаний немного. Одно из самых сильных касаний – это протокол по итогам встречи. В общем-то, инструментарий, который для больших компаний хорошо знаком. Прошла встреча, напиши протокол, отправь клиенту, отправь участникам встречи. В малом бизнесе, в среднем бизнесе такое встречается гораздо реже. Но вы это можете взять на вооружение. Когда, поговорив со своим клиентом, вы, вернувшись в офис, вместо того, чтобы отправить ему коммерческое предложение, отправляете протокол по итогам встречи, в котором ничего не пишете об услугах, которые вы предлагаете. Вы просто констатируете факты, которые были озвучены на встрече. О чем говорили, какие цели, какие задачи, какие ресурсы, с чего хотят, чего не хотят, чего бояться, о чем обожглись. И вы к концу приписываете. Если я все изложу правильно, прошу подтвердить. Если где-то ошибся, прошу поправить. И отправляете. Никто из ваших конкурентов, из ваших коллег так не делает. А если делают такие единицы, это такая редкость. Вспомните, как часто вы получали подобное резюме до итогов встречи. Наверное, никогда. Удивите своего клиента. Сделайте это. Последняя группа – это сервисные касания. Те касания, которые лучше всего работают в воронке до продаж. Мы часто про них просто-напросто забываем. Мы со своими клиентами поступаем так, как поступают плохие мужья со своими женами после брака. Мы со своими клиентами так поступаем после акта покупки. Перестаем за ними ухаживать. Потому что считаем, что он от нас никуда не денется. Но если за женщиной не ухаживает ее мужчину, за ней будет ухаживать другой мужчина. Если вы не ухаживаете за своим клиентом, то они будут ухаживать конкурентами. Так вот, берите на вооружение сервисные касания и ухаживайте за своим клиентом. Просто скажите хотя бы оси для своему клиенту за то, что он его что-то купил. Но спасибо не от себя, а, например, от руководителя. Отправляйте своему руководителю отчет о том, кто нам в последнее время оплатил денег. Что руководитель с этим должен сделать? Не сказать молодцы или не сказать юготу, потому что план продаж не выполнен. Он должен взять трубку и позвонить этим клиентам и сказать большое тебе. Спасибо за то, что ты выбрал нашу компанию и заплатил нам деньги. Я тебе очень признателен. Если что, обращайся ко мне по любым вопросам. Это удивит клиента. Много клиентов? Сделайте рассылку по тем, кто вам заплатил деньги. Не очень много клиентов. Позвоните. Мало клиентов? Приедите лично, пожмите руку. Еще одно сервисное касание из опыта больших компаний – это отчет о хобби-проектах. Опять-таки, большие компании своих субподрядчиков или своих подрядчиков дрессируют. Они должны рассказать о том, из каких этапов будет состоять работа, какие результаты на каждом этапе должны быть получены, в какие сроки эти результаты должны быть достигнуты. И потом в эти сроки отчитываться, полученные результаты или не полученные результаты. Если получены, то все молодцы, если не получены, то почему и что делается для того, чтобы ускорить или наверстать упущенное. Вам ничего не мешает по ходу выполнения длинного проекта точно так же регулярно касаться своего клиента и рассказывать ему о том, как вы ведете свою работу. Превратить ваш черный ящик в бизнес, во что-то прозрачное и понятное для клиента. Чтобы ваши контакты не ограничивались тем, что заплатили деньги, поставили товар. Между заплатил деньги и поставили товар, в глазу еще быть окна ваших контактов. Еще есть много разных касаний сервисных, но время уже выходит, поэтому давайте по этому мы пробегаемся очень быстро, где подробно можно обо всем узнать. Домашнее задание. Находите книгу, мою книгу «Маркетинг по любви». Игорь Ман, кстати, в своем проекте «365 книг за 365 дней» поставил ей вот такую оценку, что отлично шпаргалку для работы с клиентами. Он написал с постоянными клиентами, но это шпаргалка для работы с любыми клиентами и потенциальными в том числе. Вам достаточно выбрать из всех 70 касаний, которые подробно описаны в этой книге, с кейсами, с примерами, почему работает, почему не работает, какие качества в себе нужно развить для того, чтобы уметь пользоваться этими инструментами. Кроме всего прочего, есть еще и 70 этих касаний. Вам не нужно пользоваться всеми семью-десятью. Выберите всего лишь 12 для того, чтобы один раз в месяц коснуться любого своего клиента, для того, чтобы напоминать ему о себе ненавязчиво, для того, чтобы он вас не пугался от каждого звонка, а для того, чтобы он был к вам благодарен за то, что вы еще раз вышли с ним на связь. Балансируйте, не переутешкивайте, потому что даже доверительный маркетинг может быть избыточным. Не надоедайте своему клиенту даже хорошими касаниями. Следите за тем, как работает, как люди реагируют. Вот, в общем-то, и все, что можно было сказать про инструменты доверительного маркетинга. Я не успею в рамках этого семинара, к сожалению, рассказать о том, как заставить ваших сотрудников это делать, как работать с недовольными клиентами, каким образом вытаскивать лояльность из недовольных клиентов, превращая обиженных на вас, вот таких вот котиков, которые превратились в доктора зло, в ваших рекомендателей. Но любая претензия – это ваш шанс, поэтому здесь есть пункт о том, как принять претензию. Обратите внимание на два первых пункта. Из-за того, что мы их не делаем, мы не можем договариваться с людьми. Как только мы возьмем на вооружение первые два пункта, мы сразу же научимся обрабатывать любую претензию, в результате чего удовлетворенный клиент будет рассказывать о вас. Его лояльность будет проявляться не в том, что он когда-нибудь расскажет о вас, это не желание рассказать о вас, когда у кого-то появится потребность. Когда вы удовлетворили претензию клиента, он начинает рассказывать другим людям о том, какой он важный, что вы ради него признали свою ошибку и исправили ее, и попутно рассказывает о вас. Вот почему настоящая претензия, вот почему жалоба – это подарок. Ну, в общем-то, и все. Иногда люди меня спрашивают, если это не сработает. Я говорю, ну, если вы ничего не будете делать, 100% не сработает. Но если вы будете делать хоть что-то, вероятность уже точно будет отличная от нуля. Пусть с 5% невероятности, но уже что-то сработает. Эти касания достаточно простые. Так, и у нас почему-то не загрузились несколько последних слайдов. Ну, ладно. Я думаю, что тот, кто напишет мне письмо, получит эту презентацию в полном объеме, последними слайдами. В общем-то, на сегодня все, что я хотел сказать. Уложился всего час. Большое спасибо, что провели это время со мной. Если было полезно, прошу в чатике поставить плюсик. Или задать свой вопрос, на который я вам смогу или подготовиться в переписке, ответить, или, может быть, если получится, быстро, прямо сейчас. Можно повторить адресы тему рассылки. Да, конечно. Нет, это вебинар не по МПС, это точно. МПС, кстати, с моей точки зрения, работает не очень хорошо, потому что люди не любят быть торговыми представителями. Мы не любим продавать, тем более чужие услуги. И когда нас спрашивают, порекомендуете ли вы нас, когда будет такая возможность, мы, может быть, и скажем, что да, порекомендуем. Но когда дойдет до дела, будьте уверены, никто никого рекомендовать не будет. Люди рекомендуют не компании и не услуги. Люди рекомендуют других людей. Вспомните, как вы рассказываете о ком-то, как вы кого-то рекомендуете. Вы даете не название компании, вы даете номер телефона менеджера и говорите, классная девочка, позвони ей, она решила мою проблему. Классный мальчик решил мою проблему. Если вы хотите спросить, чтобы вас порекомендовали, просите, чтобы порекомендовали вас, а не вашу компанию или вашу услугу. Порекомендуешь ли ты меня, когда дойдет до этого дела? Еще более-менее. Если вы хотите, чтобы вас рекомендовали, ищите проблему и устраняйте проблемы. Еще один кейс, которого я отниму немного времени. Компания, которая занималась производством программного обеспечения, обратила внимание на одну особенность. Когда они выпускали бесплатные версии программы и давали пользователям попользоваться один месяц бесплатной версией, через месяц они просили заплатить деньги и перейти на платную версию программы. Так вот, в чем была особенность? На платную версию переходили в основном те, кто во время тестового периода обращался с вопросами в службу техподдержки. Так вот, те, кто обращался с вопросами в службу техподдержки, скорее всего, покупали программу. А те, кто не покупали программу, в службу техподдержки не обращались. Какие выводы сделала компания? Она просто-напросто сказала службе поддержки. Если прошла половина периода, половина тестового периода, а пользователь ни разу не обратился к вам с вопросами, звоните сами и спрашивайте, чем мы вам можем помочь, как мы вам можем объяснить, что-то не так или где нужна поддержка. Они на 80% подняли свои продажи. Только тем, что вызвали огонь на себя сами с претензиями. Они получали претензию человека, человек получал ответ и становился признателен компанией. Научитесь задавать вопрос после оказания услуги. Какую оценку ты мне поставишь? Четыре. Что я должен делать, чтобы получить пять? Пять поставил. Что я должен делать, чтобы получить пять с плюсом? Спрашивайте. Спрашивайте эти мелкие претензии. Люди не скандалисты, люди не любят чаще всего обозначать претензии. Попросите их об этом и пообещайте им, что вы эту претензию исправите. И таким образом вы получите себе лояльного клиента, который будет рассказывать о том, как вы исправили его ошибку и каком он важном. Ну, заодно расскажет про вас. Так. Мировая практика, не спорю. Но попробуйте, вспомните себя, как часто вы кого-то или что-то рекомендовали. Я еще раз открываю слайд с адресом и с темой для того, чтобы отправить. Сейчас мы это все делистаем. Справить немного. Вот. Это на вопрос про адресы темы. Дмитрий, это вам. Да, в анонсе вебинара была указана тема NCS на замену MPS. Не Net Promotion Score, как расшифровывается NCS, а Net Compliance Store. Научитесь получать претензии. Чем больше люди выражают вам претензий, тем выше их лояльность. Вспомните отношения между мужчиной и женщиной. Потому что отношения между мужчиной и женщиной очень сильно повторяют отношения между продавцом и покупателем. Продавец ухаживает, покупатель отвечает на ухаживание. Так вот, в отношениях главный предмет того, что женщина не лояльна в отношениях, делается фраза «Ой, все! Ой, все! Я с тобой не буду больше ничего обсуждать». Человек не хочет что-либо с вами обсуждать. Он к вам не лоялен. И только если он достаточно лоялен к вам, к вашим отношениям, если он хочет сохранить это отношение, он соберется и будет обозначать проблемные точки для того, чтобы их вместе с вами решить. Вот только в том случае отношения будут развиваться. И в том случае, если клиент придет к вам и скажет «Слушай, у тебя тут стол шатается в кафе. Слушай, у тебя тут непонятным… Я открыл твой сайт на телефоне, у меня тут все распнулось. Вы что-то сделайте, пожалуйста». Он просит, чтобы вы сделали не для него. Потому что он уже получил свою услугу. Он уже поел на этом шатающемся столе. Он уже нашел информацию на этом растущемся сайте. Он делает это для вас, чтобы вы исправили это для других клиентов. Он заинтересован в том, чтобы вы стали лучше. И вот это вот признак лояльности. Желание того, чтобы вы стали лучше. И он остается с вами, когда что-то пошло не так. Он, наткнувшись на растущийся сайт или на шатающийся стол, не плюнул и не ушел от вас. А он сказал, «Ребята, если вы исправитесь, я останусь с вами». Да, примерно точно так же, как происходит расчет индекса. Точно так же, как и МПС, только вместо того, чтобы вы смотрели на ответы клиентов, я вас буду рекомендовать, я вас не буду рекомендовать. Человек сказал вам о проблеме или человек не сказал вам о проблеме, когда вы спросили. «Все хорошо?» «Все хорошо. Что нам нужно делать, чтобы стать лучше?» «Да ничего не делаете, у вас так все хорошо. Серединка. «Все хорошо, мне ничего не понравилось, я от вас ухожу». «Чего не так было?» «Не спрашивайте, все равно не исправитесь, даже время тратить не буду. Вот вам ваша красная зона». «Что-то не так?» «Ну да, мелочи есть небольшие». «Что не так?» «Ну вот это не так, вот это не так и вот это не так». И вот если человек рассказал вам о проблемах, это и есть ваша зеленая зона, точно так же, как и МПС. Есть зеленая, желтая и красная зона. Ну что ж, я надеюсь, что я был вам сегодня полезен. Вы нашли ответ на свои вопросы. Про индексовом не успею рассказать, к сожалению. Мне уже и самому дальше нужно бежать. И это и он.